Всем привет! Снова спешу сообщить очень крутую новость. Обязательно смотрите ссылку в описании. То есть очень крутая новость. Сегодня, вроде бы сегодня, 18 или может вчера, вроде бы сегодня вышел 4 апдейт экспериментальный, крупный, крупный, огромный патч на 960 мегабайт. То есть, ну что интересно, мало того, что этот патч включает в себя предыдущие апдейты 1, 2 и 3, даже третий, который на 960. Более того, ну то есть он уже доступен, я вот сбрасываю ссылку, значит вот смотрите статья уже по нему, какая версия игры нужна, основные изменения. Но основные, видите, то есть похожие, которые были предыдущие, но они... Так, значит, очень крутые изменения, они были, ну то есть оно же говорится, что четвертый апдейт включает в себя предыдущие, поэтому вот основные болячки, процессоры Феномы, теперь ССЕ2 вместо 4.1, шеститысячные, те, которые не полностью 4.5 поддерживают OpenGL, на 4-х и мини-ядрах также оптимизирована работа. Устранен баг при различных сворачиваниях и другие проблемы, то есть очень круто, на самом деле, очень крутой апдейт, четвертый. Ну советую, то есть ставить, какая Steam-версия нужна, казалось бы, Steam-версия, блин, а что делать, у меня GOG-версия. А вот там вторая половинка статьи, ну скачать это понятно, ссылка, кстати, все перепроверил, то есть, ну никаких вопросов нету. Так, ну в плане того, что, ну хотя патч еще не успел проверить, поставить, но в плане того, что как переделать, как GOG-версию переделать в Steam-версию. То есть вы можете спросить, блин, патч-то на Steam-версию, а у меня GOG-версия. GOG-версия это когда у вас ошибка эта Steam-DLL выскакивает. И вообще, смотрите, в Steam-версию все просто. Вот есть архивчик, просто бросаете вот эти вот файлики, которые в архиве, ну в папку Binaris, она там будет Binaris. Теоретически просто ее можете скопировать, Binaris в Binaris, и все, к себе. И все, никаких вопросов вы поменяете на Steam-версию, потом накатываете патчи, пробуете играть. То есть, ну опять же, конечно, все пробуйте, как получится. Я сейчас тоже буду пробовать, и потом отпишу свои результаты. Но просто хотел по-быстрому сообщить, что вот все есть, каждый пробуйте, потому что у каждого это может быть индивидуально. Ну и отписывайтесь в комментариях к этому видео. Буду очень рад, конечно, если вы поделитесь этим видео, поделитесь, может, ссылкой на статью, потому что максимально быстро все собрал вот в одном месте. Пожалуйста, берите, ну пробуйте, то есть, возможно, не только у кого вылетает, возможно, патч еще будет полезен тем, у кого-то мало FPS, там, или тормозит еще как-то игра, тоже может быть полезна. То есть, пробуйте. Ну, конечно же, заранее вы можете скопировать файлы оригинальной игры, чтобы потом чуть-чуть вернуть, вернуть их, откатиться, так сказать. Ну, в общем, пробуйте, потому что очередное изменение для No Man's Sky, и оно, я надеюсь, кому-то поможет. Вот, опять же, все ссылки в описании, все ссылки в описании обязательно вот смотрите, то есть, все уже добавлено, все уже есть, осталось только качать, заливать и делать. Все, значит, отписывайтесь в комментах, если есть какие-то вопросы или, ну, еще какие-то, в общем-то, рекомендации или советы. То есть, все стараюсь сделать максимально быстро, поэтому буду рад лайку, если поделитесь видео. Спасибо за внимание.